Это кадры из Ливана. Там ночью началась наземная операция Израиля. Армия России ударила по рынку в Херсоне. Есть жертвы. 19-летний срочник покончил с собой. Это новости на канале Ходорковский лайв. Ставьте лайки. 1 октября около 9 утра российская армия ударила артиллерией по рынку в центре Херсона. Об обстреле сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, удар пришелся по торговым точкам, где толпились продавцы и покупатели. По данным украинской прокуратуры, погибли как минимум 6 мирных жителей. Еще шестеро ранены. По данным украинских СМИ, раненых уже 12 человек. И здесь важное объявление. Мы сделали бот обратной связи с редакцией канала. Если вы стали очевидцем или участником событий, о которых вы хотели бы рассказать, присылайте нам фото, видео и другие материалы. Мы все смотрим и все читаем. QR-код в углу экрана или в описании к этому видео. Срочник, сбежавший с полигона с оружием, покончил с собой из-за несчастной любви. Его тело нашли в лесу под Москвой. Об этом сообщил телеграм-канал База. 19-летний солдат срочной службы Даниил сбежал со стрельбищ в подмосковном парке «Патриот» 26 сентября. Перед этим он якобы получил письмо, в котором девушка сообщила ему о расставании. Поисковики не знали, что Даниила переплыл реку, поэтому несколько дней искали его на другом берегу. По данным базы, рядом с телом солдата лежал автомат, из которого он, судя по всему, и застрелился. В Дагестане задержан мэр города Избербаш Магомед Исаков. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил Следственный комитет. По версии следствия, в 2019 году Исаков получил 4 миллиона рублей от застройщика за разрешение на строительство дома. МВД сообщило, что он получил полтора миллиона деньгами и автомобиль стоимостью 2,5 миллиона. Сейчас обыски проходят в мэрии Избербаши и дома у Исакова. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Армия обороны Израиля официально объявила о начале, цитата, «ограниченных наземных рейдах на основе точной разведывательной информации в Ливане». Конец цитаты. Сухопутная операция при поддержке авиации и артиллерии получила название «Северные стрелы». Ей предшествовали массированные воздушные удары израильской армии по объектам Хизбаллы на территории страны. Цахал намерен уничтожить боевиков и террористическую инфраструктуру, угрожающую северу Израиля. Массированному обстрелу подвергся юг Ливана. Под удар попал жилой дом в городе Даудия. Ливанское нациоагентство сообщило о 10 погибших. Атакованные пригороды Бейрута, Аль-Джазира насчитало 8 ударов и 4 разрушенных здания. Под удар попал крупный лагерь палестинских беженцев Айн-Аль-Хельве у города Сайда на юге Ливана. Вероятно, целью был Мунир Аль-Магда, глава военного крыла палестинского движения ФАТХ, бригады мучеников Аль-Аксы. По данным Ливанского Минздрава, 95 человек погибли из израильской операции. Кроме того, власти Сирии утверждают, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску и атаковал столицу беспилотниками. Погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения. Об этом сообщило госагентство САНА. Удар пришелся и по лагерю беженцев в секторе ГАЗа. Как минимум 13 человек стали жертвами атаки. Об этом сообщил СНН со ссылкой на представителей местного здравоохранения. Хизбалла, в свою очередь, заявила об ответных ударах возмездия по Метуле и Авивиму. США были осведомлены об операции. Это следует из заявления представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера. И это все новости к этому часу. Поставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе в формате аудио, чтобы вам было удобнее. В студии для вас работал Тенгиз Адамия, а вечерний эфир проведет мой коллега Кирилл Седов. Присоединяйтесь в 6 часов вечера по Москве. Берегите себя.